Рада всех приветствовать на канале Верушка и ее большая семья. Сегодня заглянем еще в один старинный замок земли Гессен и находится он в городе Вальбург. Если разобраться, то замками немецкая земля очень богата, но ведь если мы вспоминаем средневековую историю, нам сразу приходят на ум рыцари, а как вы понимаете им надо было где-то всем обитать, наверное поэтому практически каждая земля или даже каждый округ может похвастаться своим замком. Вальбурговский замок, построенный в стиле барокко, является одним из самых красивых в земле Гессен. Более того, это не просто замок, а целый старинный дворцовый комплекс. Сюда входит и старая ратуша, и дворцовая церковь, и конечно огромный красивый старинный сад. Замок был построен на восточном склоне горного отрога Таунаса над рекой Лан в 1545 году. А в середине 18 века правящий тогда Йохан Эрнст придал ему тот современный вид, который можно наблюдать и сегодня. Сейчас вся эта территория принадлежит земле Гессен, и ее можно посетить как музей в рамках экскурсии. А можно самостоятельно прогуляться здесь, как впрочем мои дети и сделали. Давайте и мы прогуляемся вместе с ними. Время для прогулки они правда выбрали вечернее, и может в это время не очень хорошее освещение, но зато и совсем нет людей. И поэтому складывается впечатление, что вы попали действительно в прошлое. Но, по крайней мере, пока не увидите вот такие вот указатели. Конечно, рассказать всю историю этого места за несколько минут невозможно, но на некоторых моментах я остановлюсь поподробнее. Итак, церковь. Первая капелла была заложена на этом месте уже в 912 году. Потом в 1397 здесь воздвигли церковь святого Андреаса, которая простояла чуть больше ста лет, и ее сменили на церковь святого Мартина. А уже в 1713 году воздвигли ту самую церковь, которая стоит и по сию пору. Эта церковь всегда играла важную роль и в жизни замка, и в жизни города. И даже сегодня, с одной стороны, в ней имеется более 30 захоронений люксембургских и местных графов. А с другой стороны, в той части, которая присоединена к радуше, в плохую погоду проводят концерты. Ну и, конечно, нельзя уехать, не обмолвившись о чудесном саде, расположенном на нескольких террасах, имеющем две оранжереи, фонтаны и ведущем свою историю с начала 16 века. Хотя основные работы здесь велись в середине 18-го. Вот такая вот, пусть и короткая, но интересная экскурсия у нас сегодня с вами получилась. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите ваше мнение в комментариях, подписывайтесь на наш канал, оставайтесь с нами. Я желаю вам всем удивительных путешествий и классных прогулок! Субтитры сделал DimaTorzok